Приветище! Это контрабака Полизака, и мы продолжаем. Напоминаю, что у нас сейчас идёт война, и огромная куча мигрантов пытается проехать через нашу границу с поддельными документами. И нам нужно тщательно всех досмотреть. Оу-оу-оу-оу! Нифига себе! Нифига себе! Боленский, шестёрку придётся брать. Сейчас догоним, небось. О, дружок, а я ж тебя в прошлый раз-то забыл сдать. Ха! Ладно, будешь со мной тогда кататься. Поехали! Чёрт, он от меня убегает. Ну нифига себе, вот тебе фортанул. В погоне поучаствуешь вместе со мной. Мигалку надо врубить. Шестёрка едет за шестёркой. Только у неё кузов универсал, а у меня седан. Сейчас подрежем её, подрежем вот так вот. И в бочину, и вот так вот, и всё, и в горочку. Давай-давай-давай-давай. Опа, чё, перевернулись? Ништяк! Так, надо вылазить. Вылазим с тачки. Давай-давай-давай. Вот так вот. Ну чё, сосунок, добегался? Ты арестован? Можешь рядышком с тем чуваком сесть. Опа, получено достижение. Никто не сбежит, и мне нужно вернуться теперь на работу. А я могу эту тачку отвезти? Давай-ка мы её заведём. Побудь тут в тачке, окей? А я эту на досмотр. Я, короче, остановился в лесу и подумал, а какого чёрта я её на досмотр-то везу? Я могу здесь разобраться. Чё мне мешает-то, действительно? О, боеприпасики вёз. Негодяй. Первый раз контрабанду в руках держу. Ну, такое себе ощущение, как будто взятку взял. Ладно, короче, поехали обратно. А то этот чижик там в моей ментовской тачке уедет куда-нибудь. Опаньки, чё тут происходит? А чё это тут тачка на месте? А тут все бздят, короче. У меня же тачка с мигалками включёнными. В общем, я сейчас контрабанду переложу сюда, а то места вообще нет. И продолжил осмотр здесь. Ребят, подождите. Ага, у меня тут важная миссия. В колёсах спрятал. И под крылом. И вроде бы всё. Ну, короче, всё, тачка зачищена, можно валить. Ты тут как, друган? Посмотрел он за тем бородатым. Вы, кстати, очень похожи. Вы не близнецы, случайно? Вот это я, конечно, дал жару, так дал. Посадил только что пойманного преступника с другим преступником и уехал на их тачке. О чём я только думал вообще? Приехали, пацаны. Всё, все на выход. Покатался чучмек и хватит. Снова в тюрьму. А ты у нас вообще впервой. Скидываем нашу контрабанду на склад. Буду посетителей теперь встречать с винтовочкой. Попробую только сбежать. Я тебе сразу колёса прострелю. Перестаньте. Не тяйтесь в меня. Ты видел, что было с предыдущим? Так что не вздумай никуда ехать. Короче, у тебя нет одного зеркала. А у меня сводка на чувака, у которого нет зеркала. Если у тебя есть контрабанда, то всё, ты попал. Ну чё, Юрок, приехал ты, значит, у нас в далёкое будущее светлое. Как говорится, он, конечно, не контрабандист, но по документам у него... О-о-о. Давай, да, свидос. Мне, кстати, интересно было. Я могу с чуваком уехать? Подожди, подожди. Я с тобой поеду, если чё. Поехали. Е-е-е, красава. Погнали на всё. Там уже другой заехал. Ну чё ты встал-то? Поехали, поехали. Под новым пистолетом и... Блин. Мне удалось сбежать. На елки по... Чего? Преступник сбежал. Минус 500 долларов. Я с преступником сбежал. А где у него что было-то? Ну ладно, я уже пропустил этот момент. Кого-то, короче... Блин. Ладно. У меня опять в кармане дырка. Выходи. Ну ты-то уже точно не преступник. Все сводки закончились. Вот так всегда. Под конец дня расслабляешься. И тут тебе бум! Холодную воду на голову выливает. Короче, Вася, у тебя у пись груза не соответствует, поэтому ты не проезжаешь. Последняя тачка на сегодня. Наконец-то этот самый трудный день закончился в моей жизни. О, у тебя колёса спущены. Так, он сейчас проедет и... Да японский городовой, чё? Чё там не так? Так, давай посмотрим. Ну подумаешь, правила въезда забыл галочку там отметить крестиком. Я же стерно его не пропустил из-за описи груза. Чё сразу минус 200? Почему не минус 100? Чувак! Не расстрой меня, а? Не разочаруй! Чё ты вообще там везёшь? Интересное, чё это такое? О! Животиночка. Животиночка. Прикольненько. Чувак, я не могу тебя пропустить, потому что правила въезда не соответствуют. У тебя торговля написана в причине въезда, а нужно политическое убежище, чтобы было. Поэтому извини. Но ты не проедешь сразу же просто. Вы делаете ошибку. Такие правила, извини. Давай, езжай, я тебе ещё колесо прострелю. Мне уже терять нечего, подумаешь, минус 20 долларов. О, прикинь, 160 за него дали. Круто. Увы, товарищ, настали печальные времена. Вчера ночью в нашем парламенте террористы взорвали бомбу. Мы знаем, что кровавый кулак вербует молодых боевиков. Сохраняйте бдительность. Они могут появиться на нашей границе. Ого, боевики на границе. Обалдеть. Ну хорошо, что у меня все прокачаны. Нифига себе, сколько контрабандистов теперь. Шесть штук может за день. Там ещё газетка какая-то. Давай почитаем. Вчера поздно вечером произошло позорное покушение на жизнь представителей нашего народа. В результате взрыва бомбы, заложенной в зале заседания парламента, погибли четыре члена партии. Шестнадцать получили ранения. Спецслужбы установили личность нападавших. И уже официально известно, что они связаны с террористической группировкой кровавый кулак. Вот такие-то дела. Смотри, какую нам сводку дали сегодня. В страну запрещен въезд граждан окористанской национальности в возрасте до 30 лет. То есть люди, которые старше, они могут проехать, а младше не могут. Ну чё, поехали. Сейчас сразу же просто по документам сверяем возраст и на разворот, если чё. Егорыч, извиняй, но въезд тебе запрещен, потому что тебе 21 год. Хотя ты на них не выглядишь. Поэтому правила въезда. И давай, до свидания. А, я не то въезд разрешен. Да ёлки-палки. Это уже на автомате почему-то сработало. Я случайно, ну чисто случайно поставил. Поехали, я с тобой прокачусь нафиг. Я увольняюсь с этой работы, потому что я уработался конкретно. Вот эти двери тоже закрою тебе. Ну чё ты на меня смотришь? Поехали уже. Я сейчас ствол достану. Поехали, говорю. Эээ! Поехали! Да ёлки-палки. Что ты будешь делать-то с ними, а? О, завёлся. Ништяк. Прощай-то можно, я уезжаю. Минус 200. Ну конечно, минус 200, блин. Ах, никак мне не свалить отсюда. Ух ты, кто приехал, козочки. И одна из них, по-моему, неживая. Смотри на её глаза. Так, походу контрабандист. В прошлый раз ко мне приехала такая свинья, неживая. Я думал, ну чучело, всё как бывает. А мне, оказывается, контрабанду провозили. Ну чё, Серёжа? Давай доставать твоих козочек. Раз коза, два коза. А вот это приехала коза. Чем её ломать будем? Ломом, наверное. Ой, лом сломался об козу. Тогда полицейской дубинкой. Ну-ка. Чё, спиртягу везёшь? Попался негодник. Спиртишку привозишь, да? Может, ещё где что-то есть? Ну, конечно, есть. Вот, на седухе. Чёрт, что вы делаете? А ничего, что ты контрабанду тут везёшь. Ну чё, попался? Приехал, парниша. Я отдохнул, вернулся домой. Мне говорят, у тебя тут погоня. Надо найти чёрную шестёрку. Я такой, да без проблем. Я на своей шоке её найду. Счастье только вызову начальника, который отвезёт всех моих бандюганов. Дружище, контрабанду ещё забери у меня. О, нормальный навар. И вот ещё тебе пару человек. Всё, до свидос. Репин, давай шестёрочку увези. У меня сейчас Need for Speed тут намечается. Почти приехал. И вот не знаю, включать мигалку или нет. Остановить беглецов. А где они? Вон он поехал. Сейчас я его быстро нагоню. Мигалки врубаем. А ну, стоять! Жалко, по рации нельзя болтать. По громкоговорителю, в смысле. И наперерез ему. Вот так вот. Готов. Стоять, говорю. Глушим двигатель, выходим. Где, 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 где ты? Всё, сдался? Негодяй. Чё ты там вёз? А ну, выходи с тачки. Ты арестован. Чё за день? Да, дерьмовый день для тебя. Чё ты... Чего за сада? Убегайте! До какого? Никуда я не побегу. Не побегу. Всех остановлю. Есть. Так, а чё? Он чё-то вёз такого опасного? Ты чё-нибудь вёз, а? Контрабанда, там все дела. Сейчас я же найду чё-нибудь. В нём, походу, вообще чистый. Вот это вытащить я ничего не могу. Ладно, фиг с тобой. Поехали, короче, в участок. У меня там как раз пазик стоит с друганами твоими. Сейчас тебя сразу на рудник отправим. Вот и приехали сразу к пазику. Здорово. Я тут ещё одного тебе пассажира привёз. Забирай. Репин! У меня тут двери отвалились, пока ехал. Надо починить. Короче, у меня уже 4000 баксов. Поэтому, я думаю, можно купить и Гроздюка. Почему бы, типа, и нет. Пусть он у меня будет. И ещё я Шоху свою апгрейжу. О, вот такая тёмненькая будет. Ух ты, смотри, кто приехал. Дедуля. Да и с каким красивым номером. У меня он так и записан. Так что, милости просим. Выходим. И прямо сразу же в наручники. А подожди, ты там что-то предлагаешь купить? Или ты торговец? Или как? А, нет. Ну, значит, тогда сразу в наручники. Ну, что за день? Фальшивочку дедок провозил. В руках хоть подержать, что ли? Не настоящие деньги. Вон они как выглядят. Приехал к нам Симон. Без пумбы. Симон. Вот тут вот Т поставите мой, будет Тимон. Короче, Симону сколько лет? 45. У него ещё и, по-моему, паспорт. Ты откуда? Республика Кагастам. Сейчас проверим. Ну, по паспорту-то вроде всё ок. Короче, он контрабандист. 45 лет, на него сводка вон висит. Так что давай-ка проверим. Сейчас узнаем. Везёшь ты чё? Или не везёшь? Походу, хорошо заныкал. Негодяй. Чё в пакетиках? Сейчас всё внимательно досмотр... Оооо. Ну чё, дружочек? Вот и счастье моё. О, да ты оружие везёшь. Блин, нож сдох. Короче, ты арестован. Почему? Ну, а ничего, что у тебя там в суммаре патроны. Купил новый ножик? Сейчас заберём контрабанду. Чё и в колёса затолкал. Как он на этом не подорвался? Гранату и в колесо. Алё! Товарищ, пришло время, когда мы можем нанести последний удар по кровавому кулаку. Наши агенты сообщают о тайной встрече лидеров повстанцев в гостинице под пьяным медведем. Младший сержант Димов и его отряд должны уже быть на месте. Вы должны устранить Гарина. Весь народ на вас рассчитывает. Но если весь народ на меня рассчитывает, то я тогда куплю гранаты. В большом количестве. Благо, деньги мне позволяют это сделать. Я, наверное, закуплю штук 10 гранат. Ты только глянь, как она несётся, как она проходит повороты. Смотри, какая скорость. Сотка. 110. 120, интересно, получится, нет? Не, походу, 110 это максимум. О, я уже приехал. Здорово, парни. Как хорошо, что ты здесь. Эти чёртовы повстанцы повсюду. Мы должны вытеснить их из здания. Оттуда они не убегут. Ну, давай вытеснем. Вообще легко. Где там мои гранаты? Я ж гранаты купил в большом количестве, ёлки. Получай. Туда гранату. Сюда гранату. Подрыв. Ёлки, они какие-то слишком живучие. Смотри, они ещё и в этом, в брониках. Эти повстанцы. Держать оборону, придурки. Не подпусывайте их. Ага, лошары. Мы уже зашли. Так, где гранаты? Гранат, блин, долбанная перезарядка. Где там ещё один перец? Вот там вот. Сюда. Ого, сколько вы из вас повылазили. До вас из здания столько не выходило. Вы что там, пачкоманим? Плодитесь. Где гранатка? Вон туда сейчас кинем. И сюда тоже кинем. Бамболыла. Ох, хорош. Давай, лови. Туда граната. Подбежит на неё, нет? Не, мимо пробежал. Патрики кончились. Парни, подождите, я перезаряжусь. Чёрт. Ты чё, с дробаша стреляешь, что ли? Щепки прям летят, когда он в дерево попадает. Я захожу. Я захожу. Прикрывайте меня, парни. Так, так, так. Ну чё тут? Вот тут всё проверим. Это сортир. Сейчас посмотрю, в сортире никого нет. Неа. Там на улице стрельба идёт. Ёлки. Как так вышло-то? В кого стреляете? Откуда? Где? Чёрт. Они вызвали подмогу, у нас мало времени. Гарин внутри, теперь ему не уйти. Прикончим мы этого гада. Мы тебя прикроем. Иду. Гарин, ты где? Чёрт, подери. Ну чё, ты тут, Гарин? Привет. Подрыв. Надо было гранату туда кинуть. Тоже перезаряжаешься? Чё, только не говори, что он тут. Эй-эй. А, тут тайная дверь. О, по башке мне дали. Я знал, что они пришлют именно тебя. Ты думал, что сможешь остановить нашу революцию, да? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Завтра в 12 дня Игорь Акаров войдёт в историю. А вместе с ним и вся эта преступная система. Жаль, что ты этого уже не увидишь. Но ты сделал выбор. Чёрт, он меня душит! Где там мой командос? А, ну так тоже пойдёт. Получено достижение. Да здравствует партия. Получено достижение непоколебимое. Победа партии! После смерти Михаила Гарина кровавый кулак распадается. И всех, кто связан с организацией, выслеживают и заключают в трудовой лагерь. Игорь Акаров осуществляет свой план по освобождению рабочего класса за границей. 16 июня 1981 года Великая Освободительная Армия переходит границу, объявляя войну капиталистам на юге. Борис Абиранков после многих дней пыток признаётся, что деятельностью банды руководил кровавый кулак. В конечном итоге умирает в помещении для допросов в отделении полиции в карикадке. Григорий Белов Информацию, которую он собирает, оказывается решающей в процессе против лидеров-повстанцев. Не имея возможности продолжить службу, он досрочно уходит в отставку. Похоронен с почестями на кладбище в Цатикане 5 июня 1989 года. Пётр Кавка После возвращения в столицу помогает в рейдах на логово кровавого кулака, за что награждается крестом заслуг. Через много лет его повышает до должности министра. Короче, нам сейчас здесь рассказывают про всех тех, кого мы спасли и кому помогли. Тимур Корченко Приговорён к 40 годам каторжных работ в каменоломнях. Во время восстания в лагере в 1984 году получает ранение и едва выживает. В итоге бежит из страны и живёт в укрытии в одиночестве. Никогда не смирился с поражением революции. Гаврилов Последние дни он проводит в тюрьме. До конца надеясь, что его освободят повстанцы. Расстрелян 5 июня 1982 года. Ну что ж, я поздравляю нас с тобой. Мы крутые таможенники. Много кому помогли в этой игре. Мы узнали, что с ними случилось. И, в принципе, довольно-таки хороший финал. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты ещё не подписан. А на этом всё. Контрабака Полизака Пройден. Увидимся в следующих роликах и в новых играх. Так что до встречи.